Я уже чувствую, как пахнет картошечка. Она уже сварилась? Да, всё готово. Смотри, Леночка, я тебе сейчас уже на ногах. Ой, какая хозяйка! Да ты же моя умница! Я реально буду есть колбаску? Она больше трёх секунд продолжает. Смотрите, какие они красивые! Слушайте, что я нашла вообще? Что-то непонятное. Чай? Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и у меня в гостях Алена. Привет! Привет! Это моя подружка, начинающий блогер, вы уже о ней знаете. Уже мы снимали с ней вместе видео, и уже... Короче, я о ней говорила, очень много. Сегодня мы решили снять фикс-прайс еду для вас. Вы знаете, что я люблю покупать и тестировать еду в фикс-прайсе. И ось... А ты любишь еду с фикс-прайс? Я не пробовала. Не пробовала еду? Не, ну там что, что? Такое же то же самое, что ли? Что в пятерочке? Именно конкретно в фикс-прайсе я еду не пробовала. Ты знаешь, в фикс-прайсе особенная еда, да? Сейчас ты в этом убедишься. Вы знаете, что когда я пробую еду с фикс-прайса, и вообще любую еду, я всегда ее люблю разделять с кем-то. Ну и понятить как-то. Ну да, да, и такое впечатление делишь. А вообще вкусы же разные у всех. Я, например, привереда в еде. Вот Кристинка любит все почти. Сейчас посмотрим, как ешь. Ты тоже все ешь? Ну сейчас попробуем фикс-прайс, он удивляет иногда. Ты готова? Да-да-да-дам! Ого! Да! Сегодня ждет нас большой пакет, и Лена не знает, что я там купила и что буду пробовать. А на самом деле одни новинки здесь. Я этой старинки не пробовала, а новинки тоже подавала. Старинки! Кстати, старинки очень даже вкусные. Например, паштет вкусный. Так, давай начнем с первого. То есть я взяла, например, вот ты кушать хочешь вообще? Ну не, суток. Она, да. Короче, первое, что я увидела, пиколини. Пиколини, я такие колбаски пробовала. Цирокопченые колбаски, а где ты их брала? А Виталик покупала. А где? У него в пятницу день. Он в фикс-прайсе покупал? Нет, нет, нет. Тогда эти колбаски могут тебе приятно удивить. Ну, дымов что это сейчас. Знаешь, многие говорят, что в фикс-прайсе даже бывают бренды, продаются из совершенно другого вкуса. Удивляют, да? Да, удивляют. Надо было пиво взять. Смотрите, какие. Ладно, колбаску с пола съем я. Доставай. Слушай, они прикольные выглядят. Я реально буду есть колбаску. А нам больше трех секунд. Нет. Прикольные. Вкусные колбаски. Много тут этих видов, кстати, да. Много вот этого нитрата или как-то нит, натрия или... Не знаю, что это. Ну, это вкусовая добавка. Много? Вкусно, да? Вкусно. Чувствую, что вкусно здесь. Много вкусового добавка. Прямо разбудила аппетит. Ты думаешь, это не натуральный продукт? Я думаю, нет. А как вы думаете, это натуральный продукт? Ну, вкусный реально. Четыре вида. Ну, это вот к пиву. Вот такие вот штучки. Мы взяли к пиву. Единственное, что их здесь немножко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь штук. Вообще, на самом деле, я хотела тебя накормить. Вот, ты же накормила. И я еще взяла вот картошечку. Ты вот как предпочитаешь готовить картошку? Дома сама режешь, чистишь. По старинке. Залила водой и все, да? По старинке это как? Режу, чистю. Ну, ты какой несовременный человек. В современном мире правит вот такая картошка. Пюре картофельное сухое. До трех килограмм готового пюре. Прикинь, ты представляешь, можно на день рождения залить в кастрюлю целую. Короче, мы, интересно, догадаются люди, если такой пирожкой накормят. Ты знаешь, могут даже и не догадаться. Блин, надо было сделать, вот это угостить ее. И догадалась бы она или нет, да? Короче, мы ее заварим попозже, да? И сделаем. Давай еще посмотрим, что у нас солененького здесь есть. Эту картошку мы попробуем. Вообще, я люблю такую картошку. Я помню, когда я работала или где-то училась. Почему-то мне всегда хотелось взять именно такую картошку. Только я ее брала не в пакете. Ну, в баночке. В баночке, да. И брала сосиску. Я когда училась. Вот вкусно. Я заливала ладошку сосисочку. Да, и оно всего так постоит. И прям, ну, блин, наслаждение. Это студенческое, вкусное блюдо. Да, и дешевое, и вкусное. Кто так любит, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы с нами. Слушайте, что я нашла вообще? Что-то непонятное. Чай. Новый формат чая. Чай, цитрусы, мята, имбирь. Марокканский рецепт. Я думала, это... Давай, покажи. Смотрите. Какой-то соус. Думала, вот сейчас соус есть. И я подумала, что это соус. Охренеть. Да, да. А с чего он соус даже? Какой-то жидкий внутри. Вода питьевая, сахар, танкетерированная, апельсиновый сок, регулятор кислотности, лимонная кислота, экстракт апельсина, экстракт зеленого чая, натуральный ароматизатор, лимон, лайм, экстракт мяты, экстракт имбиря, подпластитель, натуральный экстракт стиви. Короче, тут ничего такого страшного. Написано же, вот можно весь состав не читать, написано же без консервантов, искусственных добавок и красителей. Значит, натур-продукт. Сейчас мы его тоже заварим. Тут есть рецепт сзади. А он заваривает? Ну да, тут что-то чайника, кипятка, чайника. А, просто в кипяток его заливать. А можно бы не хотела? И зацениваю. Она сказала, что это вкусно, пахнет. Пахнет мята и зеленый чай. Она жвачкой пахнет. Она. Оно. Жвачкой пахнет. Ну, жвачка. Вот что за чай, который пахнет жвачкой? Это вообще нормальный чай? Очень сильный. Ничего здесь не такого нет. Яркий-яркий аромат. Я не знаю, честно говоря, как я буду пить на зубную пасту похожую. А если чуть-чуть подвыдавить? А лизнуть можно? А, ну жиденькая. Жиденькая. Хочешь лизнуть? Нет, ну я же колбаску. Не хочешь перебить аппетит? В общем, сейчас мы это заварим и попробуем. Также я взяла Рико сырный, короче, это какой-то соус сырный с изысканными сортами сыра. Давай так попробуем на патчах. А вообще я хотела тебе картошечку сделать, подняла колбасочки. И вот, может быть, ты соусы захочешь добавить? Такая профессиональная. Ну, что такое соус? Слушай, как и в Макдональдсе. Соус как в Макдональдсе. Вообще кайф. Вкусный соус. А можно я почитаю? Лена все время любит читать составы, она все внимательно изучает. Но вкусно, потому что здесь четыре вида сыра, да? Да. Голубой сыр. Я очень люблю, как он пахнет, но не люблю, какого он вкуса. Голубой сыр Е1422. Потом Дарблю Е339. Ну, не надо о плохом. Здесь камембер, я очень его люблю. Донбо. Гауда. Понятно, что это все как бы фантастические. Фантастика. Ну, то есть придумали и сделали. Вкусно? Минимум натурально, но вкусно же. У нас вообще... С сосисочкой. Смешечкой. Хочешь намазать? Не, ну потом с пюрешечкой. С пюрешечкой, ладно. Так, дальше я взяла пропитание. Это плавленый копченый сыр. Это тоже к пиву. Это тоже к пиву. Я на самом деле даже когда брала, когда брала пиво, подумала, что надо взять пиво. Мне не понравилось, что они маленькие. Держи. Смотрите, какие малюсики. Малютки. Ну, какой пробуем? Ого, он закопченный. Закопченный жесть. Перекоптили малютки. Кислый даже аж. Тебе как? Очень соленый. Ну, под пиво нормуль, да? Прямо хочется запить. Да. Ну, здесь нормально. Много, можно сказать, по сравнению с колбасками. Это что, кошачья еда? Нет. Это конфеты. Мы сейчас будем пробовать. Нет, шоколадные конфеты с молочной начинкой в виде фигурок забавных животных. Ну, давай мы, наверное, сладости потом откроем. Давайте все это дело сдаварим. Что у нас еще здесь? Ммм, я уже чувствую, как пахнет картошечка. Она уже сварилась? Да, все готово. Смотри, Леночки, я тебе сейчас ужином догоняю. Ой, какая хозяйка. Да ты же моя умница. Смотрите, девочки, я сделала. Я сварила, я потолкла. Всю ночь. Всю ночь картошкой занималась. Блин, так быстро, девчонки. Реально. Я на глаз вообще. Насыпала, на глаз налила водички, перемешала, все готово. Положила две сосисочки и соус. А какая подача, девочки. Посмотрите. Сервис зашкаливает. Сырный соус. И Лене насыпала и себе, дала ей чистую ложку, а сама себе. Это вообще пять звезд. А себе взяла, которая мешала. Мышлен. И еще смотри, у нас тут это. Чай. Чай. Я сделала пол кружечки. На кружку вообще там 200 миллиграмм. Три чайные ложки вот этого вот чая невероятного. Концентрат. Давай его сначала попробуем. Давай. У меня немножко заряпаны бокалы, надеюсь, не будет видно это на камере. Кстати, кипяток аккуратно. Он уже более приятно пахнет, когда разведен кипятком. Ну да, он просто уже не такой концентрированный. И я не сахарила еще. Он сладкий. Он сладкий. Возможно, знаешь, его нужно пить охлажденным. Он будет похож на что-то на Несту. Вот я летом, кстати, заварил, остудил и... Ну да. И я думаю, по полезности... А ты состав почитала хороший, да? Ну, нормальный состав, да. Там ничего такого. Ну, концентрированные соки... Концентрированные соки это нормально, полезно? Ну, это нормально. Точнее... Это просто из сока концентрат. Давай скорее приступим. Я же так готовила всю ночь, старалась. Ну да. Давай сначала возьмем вот так вот колбасочку. Мы уже съели колбасочку. Подожди, а мы ее сейчас окунем в соус. Вот так вот. Теперь давай закусим картошечкой. Без соуса пока. Кстати, мне кажется, не догадались бы, что это не настоящая картошка. Да, если и тем более... Я тоже так об этом добавляю. Еще сюда масло и ныть. Масло, яйцо, молоко. Ты яйца добавляешь? Ну, иногда мама добавляет. Я не добавляю. По-разному. Я вообще ничего не добавляю, а граммасло. Когда я давно дома готовила. А теперь возьмем картошечку немного с сыром. Соус. Кстати, картошка не соленая. Я ее не посолила, и она, в принципе, нормальная. Ну да, она не соленая, она, кажется, нормальная. Кто не любит соленая? Ну, соус соленый. Ну, соус вкусный, но его хоть с чем? С картошкой? Колбаской? Слушай. Ну, как тебе мой ужин? Обед. Придешь еще в гости? Да тебе всегда таким кормить. Вот так люблю, знаете, намешать. И соус, тут и картошка, и колбаска. И такая... А, сдалека выглядит. Как будто мороженое с клубничкой. Ну, не такой. У нас такое плохое зрение. Сдалека колбаски кажутся клубничкой. А картошка мороженое. Давай сладенько. Ладно, давай я тебя побалую уже сладеньким на самом деле. Давай начнем с кошачьего форма. Сладенькое, с кошачьего форма. Да, значит, шоколад вдвойне вкуснее, если это ночью и нельзя. О, как написано. Вот такие конфетки. Они здесь с какими-то фигурками, как я поняла. Давайте скорее раскроем, посмотрим, потому что пакет невидимый, непрозрачный. Ну, вот. А, ну, вот. А, ну, вот они вот. А, вот что нарисован, да? Разные картиночки нарисованы. Такой там и будет. Давайте откроем. А, они, подожди. Разные? Они с разными этими эмоциями. Смотри, покажи свой. Лиза, у тебя личико видно, видишь? Да. А у меня вообще без глаз. А у тебя на этикетке что нарисовано? Да, котка в глазах. Нет, нет, у меня с глазами. Не то, что на этикетке. Просто разные фигурки, короче. С молочной начинкой. Дерзкий, как шоколадный птиц. У тебя в галстуке, а у меня с ноткой, видишь? М-м-м-м. Короче, пробуем. С начинкой еще. Ну да, молочный. Я не люблю молочный шоколад. Это чисто для детей. Я не люблю. Он очень сладкий. Мне кажется, вот это будет. Мода Москоу, Лена увидела. Ну-ка. Здесь есть, это новинка какая-то. Москоу, Милан и Париж. Три вида этой конфеточки есть. У нас красные. Сейчас попробуем. Три вида этой конфеточки есть. Это я так показала? Три вида этой конфеточки. Прости. Открываю. Мне нравится, когда вот такие фантики внутри. Вот смотри, они... Что-то нарисовано. Мозков нарисован, да. У меня раздавлено. Шоколадская. Интересно, это из Афикс Прайса или я несла криво как-то? Вкусные. Они внутри? Такой. Реховый крем какой-то, да. Я думаю, они будут намного вкуснее, если они будут в холодильнике. Такие твердые. Попробуйте, попробуйте. Вот этот мне нравится. Да. Решила взять вот такие Мадам Нуар. Это вафли со вкусом горячего. Горячего шоколада? Интересно, а вкус холодного и горячего отличается. А вот это моя любимая цель. Пробуем. Ммм. Я вообще вафельки люблю. Вкусные. Свежие, хрустящие. Да, они прям такие хрустящие. Угу, просто свежие. Вот про это, да, Лена говорит, что это ее любимая. Я тоже это люблю. Вот это вкусный рис. Почему это? Можно? Ну, по форме, делом, не сходили. Да, я взяла. А, вот это еще и чем? Да. Мне вот этот очень понравился. Я пробовала его у Лены Нескви. Она покупала, и я его весь съела. Если ты любишь такие, то ты можешь его съесть. Не, ну весь-то я не съел. Ладно, я тебе помогу. А что мне? Вот мне нравятся вот эти вот фруктики, которые там. Они немножко кислинку еще придают к сладости. Короче, я люблю и взяла. Лена все, что не доест, я доем. Еще, смотрите, так я уже открываю. Смотрите, это, короче, манлиеве. Мармелад. Мармелад суфлейный. Клубника и банан. Вот такие вот красивые сердечки. Смотрите, какие они красивые. Это что, эти? Сердечки. А пахнут? Понюхай. Это мармелад, да? Они пахнут как лав-из. Жвачки. Да. А лав-из же тоже клубника с бананом. А, ну да. Такие малюсечки пробуем. Ой, они прям жуются. Не тянутся. Такие мягенькие. Похоже на, как они называются, которые еще кофе сверху высыпают. Ну да. Слушай, вкусные штуки. Разные вкусы. Вот такие, девчонки, если увидите в фикс-прайсе, возьмите обязательно попробуйте. Аромат и вкус классный. У нас небольшая рокировочка. И у нас остались одни жвачки. Вот такие из детства. Ты помнишь такие жвачки? Да. Они маленькие. Кликтовый микс. А что ты о них помнишь, кстати? Что помнишь, что они маленькие, квадратненькие, вкусненькие. И что о них очень быстро теряется вкус. Не помнишь? Не помню. Я, кстати, ну мне почему-то помнится, что у них быстро теряется вкус. Но сейчас мы напомним. Мне кажется, сейчас пока я буду прощаться, уже вкус потеряется. Слушай, ну они не маленькие тут ни хрена. Какие-то большие. Гляньте, какие большие. Я помню маленькие, прям маленькие вообще из ноготочек. Это какие-то здоровые, да? Биг. А! Смотрите. Здоровые. Но эти, может, и подольше будут. Ну да, живутся долго. А, нет. Не тот вкус или что? Я не помню, что они. Нет, они вкусные, все супер. Но вот, когда вот такой вкус, я помню, что быстро они теряют свои свойства. Становится просто резина. Вот буквально сейчас раз и все. Уже все, да. Яркий аромат такой раз, сразу привыкла. Если, например, там Орбит, да, детский, живешь и дружно долго. Он вкусный все время. Ну все, вкус прошел, по-моему, да? Прошел, по-моему, я не потеряла. Ну, может быть, минут там пять. Ты что меня подставляешь? Я что, обманываю, что ли? Ну, может быть, что-то поменялось. Они улучшили свои качества. Без сахара. Ну, подожди, мы же ем всего лишь одну минуту. А потому что она без сахарная. Вот это мы быстро теряем. Вот я если без сахарную заменить. Ну, короче, так, можно попробовать, там, разок. Такие одновременно вытащили все. Хватит. Ну что, мои хорошие, в принципе, мы все попробовали. Что тебе больше всего понравилось из того, что мы пробовали? Мне понравился вот этот стаканчик. Это само собой. И вот эти вот, кстати, конфетки. Где они, покажи? А, розовень. Вот эти вот, мозг. А, мозг, подожди, а эти сердечки. Сердечки где? Ты уже забыла про них, да? Ну да. Здесь отлично, что ты убрала с глаз. А, вафельки. Сверх савон. И вафельки вкусные. И мармеладки вкусные. И вкусные, кстати, колбаски. И сырный соус. И картошка была похожа на натуральную. Короче, мне только не понравилось из всего того, что мы взяли. Вот эти кошачьи штучки. По-моему, все, да? Все остальное прикольное, да, вкусное. Можно купить и попробовать, да. Так что мы вам рекомендуем. Все, мои хорошие. Мы с вами прощаемся. Все, Ленка уже хотела заточить. Да и дать. Да тащи, тащи. Мы с вами прощаемся. Ссылочка на канал Лены будет под видео. Кстати, скоро мы с Леной устраиваем у меня на канале конкурс. Да. Офигенные. Просто подарки будут офигенные. И одно из условий будет просто подписка на нас. И там еще пару нюансиков. Вот. Поэтому вы уже можете заранее проходить по ссылке на канал Лены. И уже подписываться, чтобы не упустить этот конкурс. Потому что призы будут офигенные. Лена подготовила для вас очень крутые подарки. Я старалась. Жду вас. Всех на своем канале. И я еще туда добавлю подарочек от себя. Вот. Поэтому... Поэтому участвуйте. Мы ждем. Все. Все ссылочки под видео. Мы с вами прощаемся. Ставьте нам лайки. Подписывайтесь на наши каналы. Пишите обязательно комментарии. Если что-то будете брать и уже попробовали. И знаете, что это вкусно. Ну, а мы с вами прощаемся. До следующего видео. Пока-пока. Пока-пока. Вот это рука. А где? Какая? Вот это. Вот это. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok